Доброе утро, мои хорошие! Тереумикус, мои солнышки, друзья мои! Сегодня будем делать пп-хлеб. На просторах инстаграма листала ленту, увидела какая-то девушка делает пп-хлеб прямо в кружке, прямо к себе на завтрак. Несколько минут все это делается, я решила попробовать из клетчатки. Давайте тоже попробуем. Мы же с вами клетчатку покупали, вот давайте попробуем, а что из этого выйдет и выйдет ли. В мисочку, в которой буду запекать, запекать будем в микроволновке. Бросаем одно яйцо, 20 грамм клетчатки. Клетчатку мы с вами покупали, вот такую, какая-то сибирская клетчатка, витаминная поляна. 20 грамм. То есть получается у нас с вами хлеб без грамма муки. 20 грамм. Грамм положила разрыхлителя теста, теперь паприка с дымком, специи положу немножко, чесночную соль и чесночной соли немножко. И знаете, что еще? Положу несколько грамма, три. Вот смесь разных семечек. Здесь тыквенные, сезамы, в общем, 5 видов семян. Вот немножко буквально. Они очень тяжелые, но тогда может быть грамм 5. Ну вот так. Теперь все это перемешиваем между собой. Добавим столовую ложечку молока. Кто хочет кефир, можно воду наверное. Я добавлю столовую ложечку молока. Все это размешиваем снова. Ну вот такой у меня консистенции он вышел, не знаю правильно это или нет. И ставим в микроволновку. Там зависит от микроволновки, от мощности. У меня вроде 800 максимально, но наверное на пару минут. Посмотрим во что превратиться. Давайте попробуем. Вынула из микроволновки. Что-то у нас с вами здесь получилось. Опа. Слушайте, хлеб. Сейчас мы его вдоль разрежем. Кофе надо заварить. Давайте попробуем разрезать. Слушайте, самый натуральный хлеб. А вот теперь еще интересно, можно ли его есть. Если его еще есть, можно. Вот это вообще победа. Намажу вот таким мэрой вайком оплавленный сыр с креветками. Давайте попробуем. Попробую у вас на глазах, что если я не выйду в следующем видео, тогда вы будете знать почему. Так, сюда бы конечно икорки или что-нибудь такое. Что-то мне икры захотелось. А, это еще помидорчик сюда. Пробуем. У вас на глазах. Да хлеб обычный. Ну а не то, что обычный. Как будто там как в шелухах какая-то. Слушайте, он горячий. Свежий. Вполне за бутерброд сойдет. Вкусно. Так как ты особо не отличишь. Забираю себя в копилочку, а вы себе забирайте. А это для тех, кто стройнее. Другие не знаю. Оптимально получилось. Это вот влажность такая вот такая, знаете. Ничего так. Ни сухарь. Ни сырой. Вкусно. Такое люди не придумают. Мне нравится. Вообще покупать никакого хлеба не надо. Сюда бы икорку. Или красную рыбку. И кофе. Присоединяйтесь ко мне. Будем вместе печь. Настроенеть. Здороветь. В смысле здоровья. Вот. И питаться так и правильно. Вкусно. Не могу. Все. Пьем кофе. Запекаем. А второй знаете бутерброд с чем сделаю? Соленого хочу. Красной рыбы нету дома. У меня есть таллинские эстонские кильки пряного посола. И вот я сейчас кильочку туда. Еще яйцо бы сварить наверх кружочек. Вы знаете классические эстонские бутерброды. Это вообще. У меня же есть кильочка эстонская пряного посола. Намазала немножко сливочного масла на вот эту вторую половинку этого хлеба. Откроем таллинскую кильочку пряного посола. Визитная карточка эстонии. Это просто. И местные обожают. И гости обожают. И всегда в подарок везешь. Вот кильку. Иван Аталлин. Но килька на черном хлебе не поленилась сварить яйцо. Чтобы показать вам как это делается классически. Вообще это конечно на ржаном хлебе надо сделать. Вот это мы сейчас с вами выкинем и закроем ее чем-нибудь другим. А тут же есть крышечка. Вот смотрите какая. Эстонская кильочка пряного посола. Кильовый лейп сейчас у нас с вами будет. Вы бы знали как это вкусно. Это просто невероятно вкусно. Он такой толстенький здесь разрезался у меня. Поэтому я положу две кильочки. И сейчас наверх яйцо. Сломалась яйцерезка. И не купить яйцерезки. Не доходят руки, ноги. И все время забываем. В общем нужно колечко вареного яйца. Вот на эту кильочку. Боже это так вкусно. Это просто. Ну кто живет в Эстонии знает эту классику жанра. Вот это классический эстонский бутерброд на черном ржаном хлебе. Ну у нас с вами почти. Правда? Ну красота ж. Какой. Ммм. Ммм. Это очень вкусно. Ммм. 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 Кильочка эстонская. Это конечно. И на этом хлебе вот так. Мне нравится. Вкусно. Нашли мы с вами альтернативу всему. Ммм. Ммм. И это у меня еще много идей разных. Это только начало. Ммм. 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 Похожу периодически. Пока снимаю. Кофе пью. Завтрак был у вас на глазах. Ммм. 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 Двигаемся дальше. Экспериментируем. И собираем помаленечку. Каждый день маленькие минусы себе в копилочку для следующего взвешивания. Как ваше настроение? Расскажите мне как ваше настроение? Как вы там что? Может у кого какие-то новости? Интересно же тоже. А то я вам все рассказываю. Все показываю. А про вас ничего не знаю. Так. Итак. Пишите. А. Кстати. Кстати. Это хлеб от одной. Тирамису же у нас. У нас же с вами тирамису. Угу. 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 Здесь все несчастья. потому что и так все это довольно сладко хотя на все это коры то здесь 100 грамм сахара же были до печенье печенье тоже не сладкий кажется я все это говорил уж вот так вот вот тирамису готова и теперь когда буду подавать на тарелочку тогда ломтик клубники что сейчас я наложить она будет стоять довольно долго тирамису они начнут поддаваться плесенью ты тоже не хочу а вот когда на тарелочку тогда слайса клубники да можно сегодня на второй прием пищи вот себе снова запекаю рыбу и не только себе сегодня всем а тоже по рыбе не вот так и кристине и ваше только солью только солью вот я не хочет а вот и нет муж отыграл обратно говорит хочет со специями меня вот такая с с мальты или откуда или из кипра скипра сезонная для рыбы так что соль и вот эту приправу кристине кассину надо тоже спросить все отправляется в духовку потом открою чтобы она немножко как сказать зарумянилась поставила знаки опознавательный себе вот такой шарик мужу вот так кристине просто готовить сегодня попробовать рис рис с шафраном который я привезла с кипром пачечка осталось две другие подарила попробуем значит рис варить говорят так в сети что надо щепотку рылец замочить крутым кипятком минут на десять запах у него такой приятный у меня кастрюлька не очень большая сколько его класть я не знаю на нас тут и завариваем крутым кипятком рис надо промыть и замочить водой то что я и сделала ой как запахло какими-то пряностями я первый раз имею с ними дело поэтому надеюсь мы подружимся парис замочился переливаем процеживаем его воду не выливаем которым мочился мочился замочил вот так и вот его на душ лак и немножечко его высушим высушить его на ну хоть чуть-чуть кастрюли с толстым дном и со стенками но в которой в общем можно жарить проще говоря так на оливковом масле у меня оливковая есть с кипра не знаю можно ли на льём жарить но я в общем немножко вот так мы сейчас подсушенный слегка рис обжарим вот в этом оливковом масле кастрюлю немножечко его здесь вот так поджарим в этом масле когда я сейчас воду сливал лаву который замачивался рис обратили внимание что если сливала не в кассе не в раковину а в кастрюлю потому что когда мы сейчас с вами будем его варить вот эта вода в чем она замачивалась этот весь нам понадобится мы будем замачивать заливать для ванки именно этой водой если не хватит ее тогда сверху еще обычный но вот в той в которой он замачивался тоже надо положить будет сюда будет сюда а сейчас на делаю сейчас на дело в общем чуть-чуть вот так его все обжарился в оливковом масле наш рис теперь замоченный ранее шафран мы выливаем сюда и даем всему этому закипеть ой вот это аромат я боюсь немного леял и теперь заливаем водой в которой замачивался рис приобрел чуть-чуть желтоватый вид этого камера не видит как-то теперь этот вода в которой замачивался закрываем крышкой и забываем все закрываем и забываем ой какой красивый он цвета какого карамельного рис готов такой он весь это отделяется друг от друга в общем и целом червячки вот этого шафрана там внутри муж очень хотел мне так ничего особенно там не остро ничего но что-то причем чувствуется какой-то привкус я думаю что ему очень понравится и кристине тоже я вот так с лопаточки лизнула раз вкусно вот и я его есть не буду поэтому так как сказать полноценно съед в тарелку рассказать вам не могу но в общем и целом вкусно немного он такой другой не как обычно сваренный понимаю чем уж хотел вот ну а я буду просто рыбу просто рыбу с овощами ну вот с салатом зеленым вот мы с вами продолжаем худеть продолжаем сужаться и не будем рис кушать час вот все наши рыбки это моя не тут это моя к этому на еще салат из редиски им а себе тоже редиски и еще у меня вот листовой салат пакете сейчас его съем всем приятного аппетита а присоединяйтесь